Раз, два, три. Ну что ж, привет, друзья! Что могу вам рассказать? Субтитры сделал DimaTorzok Так Ну что вот, что я делаю Я тружусь Вот И Соответственно еще и Успеваю поговорить Что такое Для меня каннабис Вот я только что подумал Думаю, у меня был такой перерыв Длительный достаточно Неделях, скажем так Я вообще не курил Не тут покурил Думаю, блин А для меня-то ничего особо-то и не поменялось Ну как, ну Ну как будто бы съел шоколадку Вкус есть, ну ощущения есть Другие чуть-чуть, но А по сути Все остается так же То есть Что меняет каннабис в сознании В сознании каннабис меняет Всего ничего Он нам показывает Другую точку То есть, предположим, если мы движемся вот В автомобиле, да Мы едем в автомобиле и смотрим с одной точки И впереди трафик такой нагруженный Очень много машин И мы стоим, грубо говоря, в пробке То есть, и мы не понимаем, что происходит Это если мы встанем и в машине будет люк И вы выставим голову из люка Мы увидим намного дальше Так вот каннабис, он позволяет человеку Вот так вот встать и выйти из люка И посмотреть, что там То есть, посмотреть на себя со стороны Он изменяет ощущения При этом Воспоминания Как бы пропадают Но они остаются, память остается Но при этом, при всем Появляются новые ощущения И человек пытается Что-то сделать по-новому При том, что понимает, потом осознает, что он делал это уже тысячу раз Но по-другому И таким образом человек себя познается с другой стороны Конечно, это смешно многим Поэтому люди смеятся Потому что они видят все с другой стороны Но они не понимают, как этим пользоваться То есть, инструментом они не пользуются Потому что, как бы не знают Что это вообще инструмент Это для многих наркотики И они это воспринимают как вещество, которое Делает просто приятно Ну, делает приятно Конечно, приятно познавать что-то новое Вот когда вам Вот вы изучаете там математику в школе Арифметику выучили Там числа от одного до десяти Научились их складывать и так далее Вы такие, ой, я узнаю математику А потом, раз, алгебра, умножение пошло Вы понимаете, что вы не знаете И опять выучили такое классное ощущение Блин, я этим могу пользоваться Точно так же с каннабисом В принципе, в этот люк В машине нам позволяет выйти и книга И какие-то другие знания Но в случае с каннабисом мы получаем Изменения в физиологических ощущениях То есть, развивается эмпатия Это на уровне тоже ощущений И развиваются физиологические ощущения Чувства тепла, холода Там, не знаю, прикосновения и так далее Все То есть, получается Это такой, так себе сказать Стимулятор для нашего тела Или для нашего мозга Который позволяет нам что-то новое ощущать Но многие люди к этому не готовы Почему не готовы? Ну, потому что они не знают, что это вообще такое И они это используют в качестве Ну, отдохнуть, расслабиться, как мы уже говорили С одной стороны, это лучше, чем тот же самый алкоголь Потому что алкоголь, допустим, убивает клетки мозга И человек забывает многое Начинает чудить, то есть, ну, опускаться Под воздействием каннабиса по-другому все Человек больше думает Очень быстро и много думает И поэтому ему вообще не до всяких там шалостей, грубо говоря Вот Так что Это Мои ощущения по каннабису сейчас Что вот меняется совсем чуть-чуть И это чуть-чуть Оно не выводит меня из состояния вообще Какого-либо равновесия, баланса Оно просто добавляет других ощущений И я сейчас уже так смотрю, то есть Там люди, что курят вокруг А я не курю там неделю И как бы, а все курили Я такой, да и не курю Все И как бы Ничего особо не поменялось Не поменялся ритм Не поменялась Там депрессия какая-то Какая нахер депрессия, вы что Столько дел, которых нужно делать И депрессия, она сама по себе депрессия И тут не может быть трава причем-то Алкоголь там и так далее Депрессия, она с чего-то начинается Это всегда какой-то вопрос, какая-то проблема Которую человек не может решить И это совершенно 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 Ни при чем Вещества Вещества это уже что человек делает Он убивается дальше Либо он пытается решить проблему Все Вот что ему помогают делать вещества Причем одни и те же вещества могут Как помогать решать проблему Так же и помогать убиваться Может быть кому-то и алкоголь помогал Забыться на день, расслабиться А на следующий день поехал А кому-то не позволяет То есть это вопрос воли человека Вопрос его силы и веры в то, что он делает И насколько долго он готов идти А секрет очень прост в этом вопросе Если вы останавливаетесь, дело завершено не будет И дела делает только тот, кто идет постоянно То есть он всегда идет И что бы ни произошло там Хоть атомная война Атомная война произошла Все равно там Выжил, пошел дальше Заниматься своими делами Реализация своей идеи То есть никакие порошкоды Не я как порошкоды На мают право заважата людыни досягты своей мрии А потом следующее мрия Потом еще, еще, еще То есть это очень и очень простое вот такое решение Не останавливаться То есть если у вас есть эта идея И вы идете к ней Вы можете переосмыслить идею Потому что идея может быть какая-то реально дурная Какая-то неосуществимая Но вы не отказываетесь от идеи Ваша идея эволюционирует Это как картина Вот есть картины множество И некоторые картины пишутся много лет Художник раз написал Особенно маслом Да там какую-то деталь добавил Потом еще деталь добавил Еще деталь добавил И так формируется вообще Как просто вот искусство То же самое с идеями Наши идеи они эволюционируют Результат может быть совершенно другой Идея была изначально такая Результат совершенно другой Но мы движемся, движемся Их реализуем Поэтому депрессия она тогда Когда нечего реализовывать Или когда реализовываешь что-то Оно не получается и сдаешься И вот этот момент когда насыпает депрессию Это когда человек сдался И вот у него такой перелом Поэтому вещества ну Не будет каннабиса Не будет алкоголя Не будет ну не знаю что Чем будет там Салом там кислым борщом Я не знаю чем будут люди убиваться Есть много таких масса Физических упражнений Которые убивают человека Вводят в подобное состояние Без ну такие опьяненные состояния Без вообще веществ Допустим кислородное голодание Там ну физиологические Всякие над собой Издевательства тоже Поэтому Голодание допустим Да Просто голодание Вводят в подобное состояние Что и каннабис Поэтому О чем мы говорим Какие наркотики Есть вещества Есть инструменты Которые человек использует Я сейчас использую микрофон Для того чтобы записывать видео С качественным звуком А почему я не могу использовать растения Для того чтобы записывать Сейчас стихи Да там Или что то еще там Что то творить Тоже с качественными ощущениями С качественным воплощением Чтобы писать программный код Намного качественнее Да Нужно что Иметь гашиш или его скажем так Как легализовать Вообще Вопрос легализации Для меня Это Что то Непонятное Что значит легализовать То что Уже давно легально То есть Не было никогда доказано Что Трава Является Угрозой Обществу Или же Вред Наносящий Обществу Либо Индивидуум Хотя Индивидуум Идет нафиг У него должно быть это право Поэтому Обществу Этого не было доказано Если это не доказано Если это невозможно сейчас доказать То на суде Вот это вот все Все эти уголовные статьи Они рассыпаются просто в прух и прах Почему? Потому что Нет доказательной базы То есть ребята Никто никому не навредил А криминальный кодекс В первую очередь Защищает Граждан И общество Да Их права И свободы И если они не нарушены То значит Это Не может быть статьей Или частью Стати Криминального кодекса Поэтому раз У нас уже Скажем этих статей 39, 307, 3014 Вот эти все Там вплоть до продажи В особо крупных размеров То есть Если не доказать Что это вредит обществу А доказать это невозможно Потому что Уже мучаются Там 10-20 лет Где это разрешено Пытаются доказать Не получается Доказать что сигареты Вредные Получается Да Там или что-то еще Там не знаю Может быть Салом докажут Что получается А каннабис нет И Тук-тук-тук-тук-тук Получается Как Мы уже на этом этапе Не в криминальном поле Ага А что дальше происходит Дальше происходит административка А тут вопрос А почему Человек все-таки Никому не угрожает Никому Не вредит Почему Этот человек Должен быть Ограничен В том Чтобы употреблять то Что помогает ему Как-то Справиться с чем-то Вопросик Это нарушение Третьей статьи Конституции Украины О свободе И прав Человека Которые являются Права и свободы Человека Превыше всего Государства Да Украина И это уже Нарушение Конституции И тут получается Как бы опять Лажа То есть По сути Все и так легально По сути Ничего запрещать Разрешать Не надо Просто надо Сделать Несколько судов Или как-то Донести до общественности Что ребята Закон Есть закон Но мы перешли Совершенно в другое Состояние Мы уже давно живем В будущем Мы не в прошлом Мы в будущем живем То есть Многие еще думают Что настоящее Это то прошлое Которое было лет 10 назад Я помню телефон Который вот так Набирал И он так Звонил Вот такая трубка Раз Никаких мобильных телефонов Ничего не было Сейчас уже Мобильный телефон До каждого бомжа Мобильный телефон Вот что по сути У нас сейчас происходит И Что мы имеем Мы имеем То что мы живем В прошлом Мы не принимаем того Что Все законы Должны быть пересмотрены Там депутаты вносят Мы им даем Какие-то это Это не депутаты Это люди Которые тормозят Точно так же Прогресс То есть Мы не успеваем За будущим Посмотрите Как мы отстало живем По сравнению С Европой Со Штатами Там С развитыми странами Австралия Тут же Сингапур То есть Ну мы отсталые И вот эта Отсталость Это потому что Мы люди Общества Мы хватаемся За прошлое Вот И часть этого прошлого Есть критическое мышление Способность здравомышлить Вот отсутствие Вот этих вот Двух факторов Это и есть то прошлое Мы не хотим понимать Что нужно Переоценивать Настоящее Нужно понять Посидеть Подумать Составить логические цепочки Логические связи Причина следствия Понять почему Это на самом деле Запрещено И нужно ли нам это И вообще может быть Не надо иметь там Тысячи законов Может быть достаточно Оставить с десяток И по ним просто существовать И будет намного проще И лучше Мы все усложняем И мы надеемся Что кто-то в состоянии Будет эту сложную систему Как-то воспринимать Но это бред Каждые два дня Информация в интернете Увеличивается в два раза То есть Если до интернета Мы там Телевизором Все То есть Грубо говоря В день мы получали Максимум Пару мегабайт информации Сегодня мы получаем Сотни мегабайт информации В голову нам загружается Каждый день И Там В сотни раз больше И каждые два дня Информация Объем увеличивается И приток информации Увеличивается к нам То есть Вот такие вот вещи происходят Раньше не было интернетов В этом В метро Сейчас есть И Это уже эра мобильных телефонов Все в мобильном телефоне Теперь Все смотришь Все надо посмотреть Посмотрел Нам Нужно Научиться Жить Настоящим И Смотреть В будущее В прошлое Смотреть Для того чтобы его оценить Сделать ретроспективу Понять ошибки Принять их Сделать выводы Сделать работу над ошибками И создавать будущее А будущее у нас Идея будущего И вот Национальная идея Мне очень нравится Это выражение Оно висит Вот на крещатике Там Прям на все здания Our Religion Is Freedom Freedom Is Our Religion Свобода Наша Религия Свобода Да Но У нас многие люди Не понимают одну вещь Простую Свобода Это ответственность За то что происходит вокруг Я свободен выбирать Но я несу ответственность За свой выбор И за то Как он влияет на общество В целом Потому что без этого общества Я не в состоянии Быть Человеком И При этом Обратная сторона Я должен научиться Быть человеком В этом обществе И если я вижу Что вокруг меня Не человеки Я должен их научить Быть человеками А не наоборот Стать ими Вот Поэтому Это достаточно Такая серьезная штука И она ждет В любом случае Украинцев Если украинцы Не научатся Становиться Человеками Быть человеками То мы вернемся Вот туда Откуда мы начинали 28 лет назад Мы вернемся туда А может быть Мы повернем В сторону Беларуси И может быть Вот произойти Что-то такое Это уже мы Политически мыслим Так философски Вот Поэтому Ну что ж Думаем Думаем В первую очередь Каннабис Это Каннабис Это просто Такое же вещество Как шоколад Которое тоже влияет На голову На мозг На сознание Или почему-то Это как-то упускает Кофе Тоже влияет Несмотря на то Что это симулятор Влияет на сознание Книги влияют на сознание Да Просто их не едят Их читают И многие вещи влияют На сознание И Просто по-разному И Говорить то Что Прочитаете То есть Человек Покурит Косяк И он сойдет с ума Это то же самое Что если человек Прочитает Кастанеду Да И сбросится с окна Ну так Сколько таких людей было Они действительно так делали И При этом Ничего не употребляли Поэтому Ребят Здравый смысл Наше все А все остальное Это вообще Нюансы И При здравом смысле Человек Не будет гадость в рот тянуть Он будет понимать Что это гадость И что он Недостоин этого Пойду трудиться А то отвлекся И У 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